Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на марафоне здоровья, и сейчас хочу обсудить с вами очень важную и интересную тему роль питания в процессе старения и методы вторичной профилактики Давайте сначала обсудим, что же такое возраст Возраст — это период с момента рождения живого организма до определенного другого момента его жизни И согласно классификации Всемирной организации здравоохранения выделяют пять основных возрастов, групп возрастов В моей работе меня будут интересовать три последние — это пожилой возраст, старческий возраст и долгожители Что же такое старение? Старение — это процесс изменения живых систем во времени, вызывающий нарушения в их структуре и функции которые приводят к уменьшению резервных возможностей большинства систем организма человека Кроме того, оно сопровождается формированием сцепленных с ним болезней, а также увеличением смертности Всего выделяют три основных вида старения — это физиологическое, то есть естественное старение, патологическое старение и преждевременное Существуют четыре основные характеристики старения — это гетерохромность, то есть различие во времени наступления старения отдельных тканей, органов и систем Гетеротропность — неодинаковая выраженность процесса старения в различных органах, в различных структурах одного и того же органа Гетерокинетичность — различная скорость развития возрастных изменений в различных органах и системах Гетерокатевтенность — разнонаправленность возрастных изменений Согласно исследованию, проведенному в 2013 году, было выделено 9 основных маркеров старения. Это нестабильность генома, старение теломер, эпигенетические влияния, нарушение равновесия белков, то есть протоостаза, сбои в механизме распознавания питательных веществ, митохондриальная дисфункция, клеточное старение, истощение запаса стволовых клеток и изменение межклеточных взаимодействий. В 2016 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, Всемирный доклад о старении и здоровье. Там было дано определение здоровому старению. Здоровое старение – это процесс развития и поддержания функциональной способности, обеспечивающей благополучие в пожилом возрасте. Согласно данному докладу, здоровое старение имеет своеобразную структуру. Ядро составляет генетическую наследственность, а далее все это покрывает оболочкой характеристики состояния здоровья, например, болезни и травмы, изменения гомеостаза, физиологические изменения и факторы риска. А еще к этому относятся личностные характеристики. На данном слайде мы видим приблизительную долю населения в возрасте 60 лет или старше с разбивкой по странам прогноз на 2050 год. Мы видим, что преобладает данное население в странах Азии – это Китай, Япония, Таиланд, также это страны Европы и Канада. Продолжение следует... Со стороны дыхательной системы мы видим, что снижается податливость грудной клетки и легких, нарушается равномерность вентиляции легких, снижается оксигенация крови и может появляться одышка, а также гипоксия. Со стороны эндокринной системы нарушается обмен глюкозой, снижается синтез и элиминация тероксина, также снижается концентрация в плазме ренина и альдостерона. Данные изменения приводят к гипергликемии при острых заболеваниях, а лечение гипотириоза будет требовать более высоких доз препарата, такого как левотироксин. Все это может привести к развитию следующих заболеваний – сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы, гипонатриемия, гиперкалиемия и импотенция. Мы видим, что со стороны желудочно-кишечного тракта происходит снижение функции печени, снижение кислотности желудочной среды, а также снижение моторики и тонуса сфинктеров желудочно-кишечного тракта. Все это приводит к замедлению метаболизма многих лекарственных средств, снижается всасывание кальция натощак, могут возникать запоры. И, соответственно, это может привести в дальнейшем к циррозу печени, остеопорозу и различного вида гиповитаминоза, например, гиповитаминоз группы В. Теперь поговорим о питании. На данном слайде мы видим две интересные пирамиды питания таких стран, как Швейцария и Япония. В Швейцарии мы видим, что в базе, то есть в основе данной пирамиды лежит потребление большого количества жидкости. В то же время жидкость может быть и водопроводная, что говорит о очень чистой воде в Швейцарии. В Швейцарии мы видим, что здесь у нас рыбные продукты, мясные и кисломолочные объединены в одну группу. И видим, опять же, на верхушке пирамиды, это совсем малое потребление таких продуктов, как сладости и различные снеки, чипсы, сухарики, также газированные напитки. Япония. Мы видим, что пирамида очень своеобразная. Во-первых, она перевернута, и на самом деле она еще находится в движении. Здесь мы видим, что они ограничивают потребление фруктов и кисломолочных продуктов примерно, как и в Швейцарии, обычные сладости и снеки, то есть по две порции в неделю и не более. На данном слайде представлена средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире, по данным ООН, на 2019-2020 год. И мы видим, что Япония и Швейцария лидируют. Япония второе место, Швейцария четвертое. Что же касается России? Интересно. На данном слайде и диаграмме мы видим, что в России в рационе преобладает картофель, хлебобулочные изделия, сахаросодержащие продукты, а также различные растительные масла. И в данной статистике мы видим, что находимся лишь на 118 месте. Теперь хочется уделить внимание средиземноморскому стилю питания. Он является одним из самых доказательных на данный момент. Было проведено два основных крупных исследования по поводу влияния данного стиля питания на процесс старения. Например, исследование EPIC показало, что снижение смертности произошло от всех причин у лиц, которые придерживались средиземноморской диеты на 8%. В исследовании PREDIMED в испанском исследовании было установлено, что диета с содержанием орехов приводит к сокращению риска смертности от любых сердечно-сосудистых заболеваний, а диета с содержанием оливкового масла содействует также сокращению данного вида заболеваний и снижает риск возникновения инсульта. Также на данном слайде представлены два крупных исследования метаанализа, согласно которым мы видим, что произошло снижение смертности от онкологии, от сердечно-сосудистых заболеваний, от нейродегенеративных заболеваний пациентов, которые придерживались средиземноморской диеты. Рисфератрол является также достаточно интересным компонентом. Это природное биологически активное вещество из группы полифенолов, выделенное из винограда темных сортов и виноградных косточек, которое обладает доказанными антиканцерогенными, гепатопротекторными и противовоспалительными свойствами. Существует шесть основных точек приложения рисфератрола. Это сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие, саркопения, остеопороз, нейродегенеративные заболевания и различные онкологические заболевания. Механизм воздействия рисфератрола очень сложный, но существуют четыре конечные точки. Происходит регуляция апоптоза, снижается воспаление, улучшается митохондриальная функция и происходит подавление оксидативного стресса. Посмотрим же на содержание рисфератрола в продуктах питания. Мы видим, что его очень много содержится в красном, в розовом вине, также в виноградном соке, в винограде. Также очень много содержится его в арахисе, в какао-бабах, например, в самом какао-порошке или в темном шоколаде. Также растительные масла, например, арахисовое масло. Были проведены клинические испытания с использованием рисфератрола, однако группа самая большая насчитывала 736 человек. И мы видим, что было доказано снижение уровня циреактивного белка, то есть воспаления, снижение фактора некроза опухоли альфа. Также мы видим, что было зарегистрировано снижение систолического артериального давления, уровня гликированного гемоглобина и креатинина. А здесь у нас происходит очень интересная дилемма, что все исследования, которые проводились, в основном использовали достаточно большую дозу рисфератрола до 1 грамма в день. И чтобы потребить отдельно из продуктов питания такой компонент в такой дозе, необходимо, например, съесть 10 тысяч килограмм шоколада или 52 килограмма томатов или 795 килограмм, то есть почти 800 килограмм красного винограда. Кверцетин и старение. Кверцетин также относится к группе полифенолов и обладает следующим рядом полезных свойств. Противоотечное, спазмолитическое, антигистаминное, противовоспалительное, диуретическое действие. Входит в группу витаминов В. Из кверцетина также могут образовываться другие флавоноиды. Механизм действия кверцетина также достаточно сложен, но он похож на механизм действия рисфератрола. Также происходит ингибирование оксидативного стресса, улучшается митохондриальная функция и снижается нейродегенерация. Поговорим о содержании кверцетина в продуктах питания. Мы видим, что в основном содержится большое количество бузине в красном луке, в белом луке, в клюкве. Также имеется достаточное количество в шпинате, в грушах или в салате ромен. Что касается клинических исследований кверцетина, то в основном его исследуют совместно с таким препаратом, как дазотениб, который относится к противораковым препаратам. Данные исследования проводились на мышах и показали свою эффективность, увеличивая среднюю продолжительность жизни мышей на 36%. Также было произведено исследование данного препарата с использованием модели мышей с болезнью Альдегеймера. Все это привело, во-первых, к снижению нейровоспаления, снижению нагрузки бета-амилоида и замедлению снижения когнитивных функций. Таким образом, некоторые исследования показывают, что кверцетин можно использовать в качестве нутрицептика для защиты от различных заболеваний, поскольку доказано его влияние на глутатион, ферменты, путепередачу сигнала и продукцию АФК. Однако, его применение в области фармацевтики ограничено из-за низкой абсорбции в организме ввиду плохой растворимости, низкой биодоступности, плохой проницаемости и нестабильности. И также отсутствуют достоверные данные об эффективности кверцетина на замедление процесса старения на людях. Метформин. Метформин широко известный препарат, который используется как сахароснижающий. Мы видим, что у него достаточно большая история. Впервые о роли метформина в процессе старения начали говорить в 2000 году. Проводилось исследование на мышах и было доказано увеличение их жизни. Далее исследование продолжилось и в 2005 году исследование проводилось на червях. Также было показано увеличение длительности жизни. Механизм действия метформина, он также весьма запутан, очень сложен, но мы видим основные конечные точки. Это, во-первых, снижение воспаления, влияет на клеточное окружение, снижает оксидативный стресс, а также на аутофагию. Важная роль метформина заключается в его влиянии на процесс гликации. Что такое процесс гликации? Это когда в организм поступает избыток сахара, данный сахар связывается с белком, нарушаются структуры органов и тканей. В исследовании мы можем увидеть снижение зрения у человека или формирование сосудистых бляшек. В исследовании была продемонстрирована роль метформина в снижении образования конечных продуктов гликации. На данной схеме мы видим влияние метформина на процесс старения различных организмов. Видим, что в прошлом, опять же, повторюсь, было доказано влияние на увеличение жизни на мышах, а также на червях. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа уменьшилась смертность. В то же время на дрозофилах и на крысах данного эффекта о продлении жизни доказано не было. Посмотрим на клинические исследования о влиянии метформина на процесс старения. Исследование метформина в изучении долголетия, Майлз, это двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное клиническое исследование с участием 14 человек, показало, что пациенты, которые принимали метформина в дозе 1700 мг в сутки, имеют большую метаболическую и неметаболическую экспрессию генов, которая была связана, опять же, со старением. Данное исследование до сих пор продолжается, и мы будем дальше следить за данными публикациями. Планируется проведение следующего исследования, влияние метформина на процесс старения, targeting aging with metformin, time. Планируется включить 3000 человек в возрасте 65-79 лет с первичной и конечной точкой времени до появления каких-либо связанных со старением заболеваний. Это может быть ишемическая болезнь сердца, инсульт, заболевание периферической артерии, онкологические заболевания или сахарный диабет второго типа. Объекты принимают препарат 1500 мг ежедневно в течение 6 лет со средним временем наблюдения более 3,5 лет. Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, старение – это гетерогенное явление, в котором играет ключевую роль генетическая предрасположенность. Однако характеристика здоровья индивидуума и его личностные качества могут способствовать замедлению или ускорению данного процесса. Стиль питания – одно из ключевых звеньев в процессе вторичной профилактики старения, а средиземноморская диета является на данный момент самой доказательной по своей эффективности. Ресфератрол может использоваться как дополнительный источник полифенолов, однако его применение с целью профилактики старения является малоизученным. Кверцетин на данный момент не имеет достаточной доказательной базы исследований, проведенных на людях, то есть инвива, для массового использования. Метформин имеет большое количество точек приложений и является наиболее перспективным препаратом в вопросе вторичной профилактики старения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...